здравствуйте уважаемые слушатели давайте опять огонечком проверим насколько хорошо меня слышно в чат писать ничего не нужно просто нажмите так спасибо большое реакцию вижу ну давайте начнем нашу сегодняшнюю тему тема сегодняшнего нашего вебинара это не нормативная лексика в образовательном учреждении наверное это такой момент который был с нами всегда испокон веков и о чем же мы сегодня с вами поговорим что же мы с вами сегодня разберем какие содержательные вопросы вебинара что нас сегодня ждет первое это ненормативная лексика ее виды что же мы называем ненормативной лексикой что у нас входит сюда и так далее следующий момент история сквернословия как я уже сказала сквернословия ненормативная лексика к сожалению а с нами очень давно и наверное каждый учитель либо даже учась в свое время или же уже преподавая родитель учитель сталкивался с ненормативной лексикой но наверное нет на нашей в нашем обществе такого человека который с ней не сталкивался к сожалению а следующий момент который мы с вами рассмотрим это причины употребления скверных слов а если мы будем с вами понимать причину да почему ребенок почему взрослый применяет а не нормативную лексику тогда нам будет проще решать этот вопрос нам будет проще решать эту проблему и следующий момент это профилактика сквернословия мы с вами поговорим о том как же говорить с детьми о сквернословии как им объяснять как донести и что лучше сделать чтобы это было действенно следующий момент мы с вами поговорим также как и со стороны не только педагога но и со стороны родителя как родителю а донести что ненормативная лексика это не хорошо но давайте рассмотрим с вами что же такое ненормативная лексика а мы с вами возьмем одно из определений все мы брать не будем рассматривать ненормативная лексика это сегмент бранной лексики различных языков ненормативная лексика не только в русском языке многие говорят о том что ну как бы ненормативная лексика мат и так далее это чисто русская нет а это сегмент бранной лексики различных языков включающий вульгарные грубые и грубейшие возможно непристойные бранные выражения а часто выражающие спонтанную речевую реакцию на неожиданную обычно неприятную ситуацию она вот этот момент неприятной ситуации не всегда как многие говорят что человек может и очень хорошую ситуацию очень эмоциональную ситуацию для себя выразить при помощи ненормативной лексики а если говорить о ненормативной лексики то ее разделяют на три вида на три направления первое это слова паразиты слова паразиты являются одним тоже из моментов ненормативной лексики они можно сказать безобидно да но при этом они мешают более плавной более хорошей и интересной речи они мешают и воспринимать информацию хотя очень часто они просто являются моментом связки слов и человек их использует чтобы продумать свою речь то есть он вроде бы не молчит но в этот момент когда он произносит слово паразит а он заменяет именно эту паузу следующий момент это бранные слова или сквернословие именно а не цензурной лексики мы сегодня посвятим наибольшее время и именно сквернословие мы сегодня с вами разберем в таком более широком и полном понятии и еще есть такой момент как же организма тоже можно сказать что частично более безобидное употребление их это молодежный сленг это сленг определенной культуры возможно а и точно также молодежь на определенном этапе это чаще всего подростки они применяют свои речевые обороты и свой сленг сквернословие тот момент который я говорила эта группа слов которую мы разберем с вами сегодня наиболее полном объеме если говорить о самом сквернословие что же у нас сюда входит сквернословие происходит от слова скверно скверно в переводе означает мерзость гадость пакость все гнусное противное отвратительное непотребное что мерзит а и плотски и духовно еще говорят о том что скверно это нечистота это грязь и гниль тление а смрад вонь и так далее также еще говорят что это разврат нравственное растление и все богопротивное это определение взято из словаря дали и определяется именно так слова скверно а из истории возникновения бранной лексики это мистические корни брони уходят еще в языческую древность а чтобы защитить себя от весов от нечистых сил люди вступали в демонический мир в контакт этот контакт мог быть двояким либо демона ублажали давали ему какие-то дары и либо его пугали скверной бранью то есть демонизации своего непотребства но и призывали демонами теми же словами демонстрируя свою одержимость свою готовность единения с ним то есть люди понимали что сквернословие это что-то плохое и естественно а они призывали именно этим плохим демона но при этом все знали что брони детей нельзя матом они будут мучимы бесами а также материться в доме нельзя без будут жить в этом жилище потому что они будут считать что из их речь в этом доме есть и они могут там находиться также в древнее время считала что броница матом при женщинах нельзя этим будет оскорблен весь род а от своей праматери и также нельзя было ругаться в лесу потому что леший может обидеться на берегу реки или в лесу если вы ругайтесь матом в лесу да и на берегу реки или озеро тогда может обидеться водяной а то есть древние люди они знали и почитали этот момент и обращали на него внимание то есть они употребляли бранные слова они употребляли а мат но при этом они никогда не употребляли бранные слова в определенных местах бурные общественные и политические сдвиги в нашем современном обществе в последние десятилетия а привели к тому что коренной уклад общественный уклад российского нашего общества а он немножечко меняется и это не могло не сказаться на развитие всего общества и на развитие функционирования всего русского языка а специфика нынешнего состояния языковой ситуации в россии в том что подавляющее большинство изменений она связана с изменениями в обществе мы все с вами понимаем да что изменения в обществе они влекут за собой изменения и в речи но в первую очередь изменения в обществе влекут изменения в жизни и изменения в речи а к ненормативные лексики относятся диалекты также просторечия матершина и грубые жаргона например слэнг а самый популярный миф повсеместно распространенных городе гласит что бранные слова это тяжкое вековое наследие татаро-монгольского иго а между тем большинство ученых сходится в том что корни все-таки славянские а здесь идет такое как бы двоякое восприятие кто-то говорит что это славянские корни кто-то говорит что это татары-монголы и как отмечают историки ругань племен славян было просто невинностью они ругались но при этом скорее всего это ругань была тем что человека могли сравнить а с каким-либо животным и это было совсем не настолько резко и не настолько обидно традиционная история нецензурной лексики также связывают как я уже говорила я ранее с языческими обрядами игравшими важную роль в землеводической магии а с приходом христианства как обряды так и обозначавшие термины попали в опалу и сохранились только в фольклоре а еще одна версия связана с тем что ненормативная лексика пришла в русский язык после появления выражения послать матери а практически это одно из первых выражений которое стало неприличным и непристойным после появления именно этого словосочетания многие слова существовавшие ранее в языке стали относиться к бранным если опять же говорить об истории вообще надо отметить что практически до 18 века те слова которые мы сейчас относим к ругательным они не являлись вообще ругательными а слова оставшие неприличными обозначали ранее или какие-то физиологические особенности или чаще чаще это всего было часть человеческого тела или вообще обычные слова которые люди употребляли в своем обиходе ругательные слова несли функцию обычных слов и эти слова можно встретить даже в других писаниях но сейчас к сожалению не нормативная лексика прочно вошла в нашу жизнь и к сожалению большинство граждан сейчас уже не представляют свою речь именно без нецензурного выражения мы очень часто слышим когда люди можно сказать говорят на нецензурных выражениях и у них присутствуют только предлоги для связки слов большинство граждан россии как я уже сказала не представляют своей деятельности своей жизни без бранных слов а даже нашли специалисты которые смогли посчитать сколько в жизни человек прибегает к помощи этих слов помощи ненормативной лексики оказывается больше двухсот тридцати тысяч раз хотя судя по результатам опросов двадцатого года 29 процентов населения страны вообще не ругаются нецензурными словами но опять же нужно отметить что этот момент происходит по данным опроса то есть мы не говорим о том что это так и есть она по данным опроса каждый человек отвечал самостоятельно следующий момент почему же окружающие люди почему чаще всего это определенные круги до используют нашу ненормативную лексику давайте просмотрим с вами же почему же ненормативная лексика это нехватка воспитания или способ самовыражения что же за этим стоит пять категорий пять подпунктов которые мы с вами рассмотрим а первых первый момент это нехватка образованности как и следствие отсутствия или бедность лексикона а я говорю о том что не окончание школа вуза то есть формальное образование да когда мы с вами получаем аттестат когда мы с вами получаем корочку а под а нехваткой образованности мы понимаем недостаток общения с грамотными людьми узкий круг отсутствие книжного образования к сожалению сейчас появлением гаджетов с моментом гажите гаджетизации люди все меньше и меньше особенно младшее поколение а читают и вместе с этим мы понимаем что книжное образование это прекрасный источник выполнения лексикона а если его не то естественно а мы понимаем что и пополнять наш лексикон ниоткуда а не нормальная лексика она вот рядом а чем объяснить свою позицию человека или просто проигнорировать его люди смело посылают его далеко и в определенные места а следующее это самовыражение чаще всего это происходит у молодежи чаще всего это происходит у подростков а это факт многие молодые люди особенно как я уже сказал подростки школьники применяя нормативную лексику они демонстрируют якобы свою взрослость матерость выделяется таким образом из своего окружения а основном но наверное неприятно всем смотреть на девушек которые выражаются такими разными блатными выражениями и это очень неприятный момент особенно резко бьет по слуху когда это происходит в таких как бы общественных местах и но так сказать вообще у нас не нормативная лексика не к месту да следующий момент это выражение правовольство или наоборот а всплеск эмоции при описании ситуации или при описании какого-то положения мы все с вами знаем что не нормативная лексика это ярко эмоционально окрашенные слова и именно это эмоциональная окрашенность очень часто дает повод выразить свои эмоции а тут даже очень часто ну не то что очень часто но бывают такие моменты когда даже высокообразованный человек может на эмоциях сгоряча сказать такое слово что бы совсем не пристойно и уши пухнут но тут такого рода используется выражение в общении с равными по уровню интеллекта людьми а то есть человек он употребляет эти слова в определенной среде а следующий момент это банальная трусость это одна из распространенных причин особенно в виртуальном общении у нас сейчас очень много хейтеров так называемых опять же да наше взаимственное слово но она уже довольно таки плотно к сожалению входит в наш обиход заменяет наши исконные слова и это банальная трусость одна из распространенных причин особенно как я уже сказала в интернете а человек понимает свою безнаказанность то что он находится по ту сторону экрана и недосягаемость что достать его довольно таки трудно довольно таки трудно отследить то где он находится но и и наверно по большей части никто не будет за этим следить никто не будет это делать в лучшем случае его могут там заблокировать а и он спокойно посылает на оскорбляют всех направо и налево хотя если говорить о реальном общении когда человека встречают лично а то очень редко это все доходит до какого-либо овскорбления перепалка обычно происходит только в сети интернет и таким образом человек чувствует свою безнаказанность и может делать все что пожелает все что захочет следующий момент это невоспитанность или же плохое воспитание а эта причина немножечко схожа с первой но тут прежде всего зависит от непосредственного окружения а в первой ситуации у нас может быть хорошее довольно таки окружение но человек не дотягивает немножечко да он немножечко уходит в сторону а здесь невоспитанность или плохое воспитание это они посредственно окружение это родители братья и сестры другие близкие родственники а очень часто мы можем видеть вот такие сцены когда родители детете демонстрируют так сказать продвинутый своего а ребенка чаще всего это дети трех-четырех лет а громко и с достоинством озвучивают новые слова хорошо если с годами эти слова уйдут из речи ребенка они будут закреплены в его речи и не останутся так минуточку между подключением а и не останутся как бы в его речи надолго а также существует есть факторы которые влияют на именно нашу речь давайте рассмотрим с вами эти факторы и немножечко обсудим как я уже сказала что существует несколько факторов есть социально политические и психологические факторы которые определяют на настоящий момент развитие распространения ненормативной лексики а первое это современное российское общество это общество в котором реально осуществлены принципы политической свободы а мы все с вами видим что у нас сейчас свобода слова исчезла жесткая рекламентация жизнь жизни жизни членов общества со стороны государства административно командной системы мышление и политическая деятельность человека стала более раскрепощенной то есть мы все с вами знаем да о свободе слова и а многие к сожалению эту свободу слова понимает немножечко иначе существует возможности для самостоятельной и независимой общественной и политической деятельности всех членов общества а все свои общества получили возможность опять же активно проявлять себя в различных организациях в рыночных отношениях а люди также стали активней проявлять себя в общественной жизни да иногда это радует но к сожалению не все люди у нас правильно понимают свободу слова а с другой стороны ранее подавленная тоталитарным государством активность большинства членов общества а приводит выбросу не только активности но и к выбросу части общества к тому моменту а что люди становятся агрессивными и грубыми а здесь перестает контролироваться их поведение как я уже сказала свобода слова стала наиболее заметной политической реальностью в современном обществе также отмена политической цензуры привела к исчезновению опять же языковой цензуры а что в свою очередь приводит к тому что именно не цензурные слова начинают прониковать в печать на экраны телевизоров радио кино литературу а и литература также принимает ненормативную лексику на себя а ранее мы сами знали да что если где-то на радио если где-то на телевидении в прошлое время кто-то из ведущих или выступающих употребил ненормативную лексику а это очень остро и жестко наказывалось сейчас же у нас многие так сказать звезды позволяют себе именно употребление ненормативной лексики а ненормативной лексики для передачи просто определенных там моментов и они считают это своим плюсом они считают это своей изюминкой а что опять же мы с вами понимаем не очень хорошо а и молодое поколение воспринимает начинает воспринимать это уже как норму вас начинает воспринимать это как что-то так нет звука но ничего не пишет попробуйте перезагрузиться а наше молодое поколение начинает воспринимать это как у норму как я уже сказала а также не стабильность политическом и экономическом положении страны низкий уровень жизни значительно чаще части населения также инфляционные процессы а безработица является опять же причинами стресса в котором сейчас живут многие россияне и как я уже говорила что это тоже может сказываться на речи у определенных слоев населения также интенсивно-техническое перевооружение быта россиян может быть названа технической революцией и связано она прежде всего с широким распространением в повседневной жизни сложной бытовой и офисной техники а также современный мир как я говорила уже ранее это глобализованный мир мир в котором нет четких этнических культурных границ развитие технологий позволяет за пару секунд переслать какую-то информацию в результате стирания границ смешение языков растворяется культурное наследие каждой нации а мы все с вами понимаем что каждая страна каждая нация пытается сохранить свою культуру пытается сохранить свой язык но сейчас именно момент вот новых технологий а смешивает языки смешивает их употребление а это напрямую также связано с употреблением ненормативной лексики в сознании исчезает табу на употребление бранной лексики и на употребление лексики которая а несет в себе историко культурный характер культурная дезинтеграция это интенсивные модернизационные процессы а не критическое заимствование извне и насильственное внедрение определенных моделей разрушение базовых ценностей культуры определенного общества а также манипулирование окружающими при помощи сми манипулированные общественным сознанием при помощи с ней как я уже говорила многие звезды многие ведущие позволяют себе а употребление именно не цензурные лексики именно употребление бранных слов а и это для младшего поколения для поколения детей для поколения подростков а к сожалению начинает остановиться нормой а и также проявляется в низком уровне цивилизованности в упадке трудовой этики растет связи с этим агрессия и растет преступность это то что влияет дома вы видите такую пирамиду а именно ее по кончикам является семья как я уже сказала а если в семье это является нормой то нам с вами как педагогам будет а очень сложно доказать ребенку что это не норма потому что первый социальный институт куда попадает у нас наш ребенок а это именно семья также влияет общественные места места того где находится ребенок за граница а именно сам человек круг друзей если есть какие-то влиятельные лица если есть уважаемые лица и к сожалению они используют тоже ненормативную лексику это тоже все влияет на речь нашего будущего поколения а также отрицательное влияние ненормативной лексики исследования показывают что мат способствует быстрому старению и происходит разрушительный для организма и психики момент а рвутся цепочки днк и распадаются хромосомы были проведены исследования несколько исследований которые это доказали а что же происходит постепенно потом ступик дается программа самоликвидации ученые зафиксировали что бранные слова вызывают эффект подобный тому что дает радиоактивное облучение мощностью в 1000 рентген а вроде бы казалось бранное слово мы назвали сказали и ничего да но как я уже сказала что бранные слова они носят высокую эмоциональную нагрузку мою высокую эмоциональную энергию и также доказано что употребление бранных слов способствует снижению интеллекта как я уже сказала многие а бранные слова люди не находят синонимы употребляют их соответственно наш интеллект снижаются они провоцируют преступления создавая иллюзию вседозволенности как выяснили ученые это тоже также доказано что если человек начинает употреблять а не нормативную лексику следующей ступенькой будет уже а физическое применение применение физической силы то есть мы все с вами понимаем что если человек начал ругаться матом о уровень а его эмоциональности начинает подниматься и следующим моментом что он может сделать это уже проявить физическую агрессию а также обворовывает нас духовно унижает и оскорбляет нас но и впитывая впитывает словесную грязь а вроде бы нам казалось что очень часто мы слышим от просто на улице а вроде бы он не адресован нам но как бы осадок остается то есть мы все равно хотим мы этого или нет в некоторых общественных местах а на улице там каких-то парках и так далее слыша не нормативную лексику мы как бы а унижаем и оскорбляем себя и портим себе тоже настроение также она такие моменты что ненормативная лексика калечит людские судьбы приводит к раннему старению и к преждевременной смерти а также мы с вами вам рассмотреть почему у нас именно дети используют мат а почему они используют ненормативную лексику сразу скажу тот момент что дети используют бесценную лексику по тем же причинам что и взрослые а чаще всего они копируют поведение значимых людей как я уже сказала это влиятельные для них люди а это чаще всего родители или ровесники авторитеты либо какие какие-то кумиры а был момент в нашей стране что довольно таки известные лица использовали ненормативную лексику а к счастью эти моменты были пресечены и не пошли дальше также сильные эмоции в момент проявления гнева страху удивление либо какого-то шока но это а может быть только в том случае если ребенок не знает общепринятых синонимичных выражений имеющих тоже сильно экспрессивную окраску как я уже говорила что ненормативная лексика что мат он использует он имеет очень сильную эмоциональную окраску и тогда ребенок начинает использовать эту ненормативную лексику опять же вопрос к тому вопрос к пополнению словарного запаса если у ребенка будет в запасе несколько синонимов то он спокойно сможет а выразить свое восхищение свое удивление свой шок гнев или страх при помощи именно этих синонимов не употребляя бранные слова а также произвольное использование ненормативной лексики в ситуации конфликта чтобы оскорбить чтобы спровоцировать на активные действия а потому что мат является очень сильным эмоциональным таким толчком как я уже сказала и чтобы спровоцировать чтобы сподвигнуть своего оппонента к чему-то мы ну не мы но зачастую люди используют именно мат а следующий момент это сильный стресс рукой помогает снять стресс при ней начинают вырабатываться андрогены которые являются антагонистами гормона стресса и при помощи употребления ругани человек может снимать стресс как одним из а наиболее действенных способов это опять же к нашей эмоциональной окрашенности нашей речи к тому как мы говорим а ну и совсем маленькие дети могут произносить убранные слова если ранее им этим же способом удавалось добиться внимания взрослых а например в детских домах для детей внимание не имеет полюса им не важно но это не только в детских домах очень часто во многих других обычных семьях ребенку не важно как он добьется того или иного момента как он добьется внимание родителей или внимание а того лица которое важно для него на данном этапе употребляя ненормативную лексику естественно он привлекает внимание и он будет после использовать мат уже целенаправленно а то есть ему не важно будут его ругать будут его хвалить а он понимает что используя ненормативную лексику он получает определенную определенный уровень внимания определенную дозу внимания следующий момент как же мы с вами говорим с детьми о мате что делаем делать родителям какие советы мы с вами как педагоги можем дать родителям и борьба с ненормативной лексикой в речи у детей уже а что же делать у родителям и как с этим бороться как родителям реагировать когда еще вчерашний малыш он вдруг начинает произносить совершенно непотребные слова а есть несколько адекватных способов как родитель может повести себя в той или иной ситуации это способ который касается именно дошкольного возраста а первый момент это не только родители это могут делать и педагоги можно сказать о своих эмоциях например когда ты об этом говоришь мне очень неловко наверное поэтому я ожидал не ожидала тебя это услышать у нас допустим в семье у нас в коллективе у нас в классе так не принято но мог бы ты еще раз сказать то что ты имеешь ввиду но только другими словами или такие слова меня обижают моем кругу это не принято но необходимо обратить внимание и говорить то что в кругу так не принято действительно если в семье не употребляют бранных слов они так что допустим кто-то из семьи чаще всего к сожалению это мужская половина нашего общества употребляют как я уже говорила мат для связки слов а ребенку мы говорим о том что в нашем кругу так не принято но он тоже согласитесь не глупый и он понимает что тот же самый папа дядя там или еще кто-то из близких использует нет натурную лексику а следующий второй способ это обратиться к чувствам ребенка а это можно сделать например так я понимаю что ты сейчас расстроен если это какая-то такая эмоциональная ситуация где ребенок у сказал матом а расскажи что случилось что вызвало у тебя такие эмоции таким образом один из таких действенных способов а мы учим и не только корректируем поведение ребенка мы учим ребенка распознавать свои эмоции и описывать их на вполне цензурном уровне то есть проявлять себя и мы учим принимать себя мы учим прорабатывать эмоции а вроде бы мы работаем и с поведением но при этом мы работаем и с чувствами ребенка и третья реакция может быть с некоторой долей сарказма а ты уверен что только так я пойму что ты хотел сказать или сделаем вид что я ничего не слышала давай так я закрываю дверь открываю и ты говоришь то же самое но другими словами а это три реакции которые можно сказать самые адекватные и если говорить о том что проводить с ребенком очередные воспитательные беседы долгие длинные что материться нельзя и так далее особого смысла нет а если мы с вами говорим о маленьких детях они не всегда это воспримут если мы с вами говорим о подростков допустим а но неужели наши подростки не знают что ругаться матом это плохо они конечно знают и какой смысл лишний раз можно сказать сотрясать воздух а запрещать опять же бессмысленно будет только хуже очень часто дети как я уже говорила для привлечения внимания делают это можно сказать на зло а иногда родители или окружающие очень часто остро реагируют начинают ругать строго-настрого запрещают использовать эти слова запреты здесь все вряд ли нам помогут а скорее они больше раззадорят особенно подростков чем больше им запрещают мы все с вами понимаем а тем больше им хочется это делать применять здесь надо действовать иначе наша задача объяснить ребенку что свои эмоции можно выразить другими словами и как-то изменить это а также но мы все с вами понимаем что из семьи а дети подростки несут это все в общественной организации несут это все в сады несут это все в школу а и если учителя допустим на перемене слышат мат перемат в коридоре что же сделать а такие же советы что и для родителей учителем может примерно ответить следующим образом я понимаю что сейчас в своей компании вы очень эмоционально говорите о своем именно поэтому вы используете не цензурные слова но так как мы с вами в стенах школы я вас очень прошу выбирать такие слова которые уместны в официальной обстановке то есть здесь мы просто четко конкретно детям объясняем что это неприемлемо а родители здесь можно подключать только для того чтобы понять не разговаривают ли они сами матом может быть ребенок просто копирует свое окружение может быть ребенок просто копирует поведение родителей и за счет этого происходят такие моменты как я уже сказала до 3 модели реакции родителей это сказать о своих эмоциях обратиться к чувствам ребенка или отреагировать с некоторой долей сарказма как же что же мы можем посоветовать именно подросткам как избавиться от ненормативной лексики что мы с вами можем делать а первый момент вообще ничего не говорить да чтобы не оказаться глупым чтобы не оказаться не в той нужной ситуации для себя мы можем посоветовать подросткам просто лучше промолчать в определенный момент а это касается не только нормативной лексики это и касается жарконизмом это касается сленга и это касается слов паразитов а также необходимо понять и донести до себя признаться себе в том что действительно ли есть проблема с чистой речи то есть чтобы начать а момент проблемы чтобы начать работать с этой проблемой мы должны ее в первую очередь признать а также выяснить какие слова паразиты употребляете и принять решение от них избавиться если ребенок если подросток если взрослый не замотивирован если он сам не хочет убрать из своей речи слова паразиты то будет очень сложно работать с этим моментом будет очень сложно как то изменить его а также следующий момент можно просто попросить знакомых делать вам замечание каждый раз когда вы произнесли слово паразит или сленговое слово то есть обращайте внимание окружение именно на те моменты когда человек делает так сказать свои ошибки то есть вычленять эти моменты а также назначить самому себе штраф за использование ненормативных слов это должно опять же быть личная инициатива подростка или взрослого навязывание каких-то либо штрафов сверху но она ни к чему хорошему к сожалению не приведет следующий момент это стараться говорить чуть медленнее чтобы следить за своей речью как я уже говорила многие слова паразиты многие вот эти моменты у меня тоже вот сейчас простакивает это и а они используются для того чтобы заменить именно паузу и если мы с вами говорим немножечко медленнее то естественно мы с вами успеваем обрабатывать информацию и она переходит как бы уже на более другой уровень также стараться чаще выступать на публике мы с вами понимаем когда за нами кто-то следит когда за нами следит публичное общество то мы с вами понимаем что мы немножечко иначе относимся к своей речи также больше читать это увеличивает наш словарный запас взять словарь и каждый день учить по 10 20 новых слов то есть таким образом мы с вами увеличиваем словарный запас мы с вами его обогащаем и тогда нам проще с вами подобрать именно синонимы также выписать все сленговые слова которые употребляет подросток или употребляете вы и подобрать ним синонимы которыми их можно заменить то есть мы производим обогащение словарного запаса при этом производим замену этих слов а следующий момент есть такие люди которые нас про готовы на все до поспорить или пообещать друзьям или кому-то из своего окружения а что вы не будете употреблять в своей речи сленговые или новомодные слова также как я уже говорила что ненормативная лексика это один из социальных факторов семейного воспитания мы все с вами понимаем откуда у нас так сказать растут наши ноги что если в семье к сожалению кто-то употребляет ненормативную лексику то а по большей части она будет у нас присутствовать и в речи детей на ранних этапах психического развития механизмом социализации является подражание и это подражание переходит в нашу жизнь потому часто подросток он начинает копировать отражать особенности жизни взрослых во всех ее проявлениях как социально одобряемых так и отрицательно зачастую ребенок не может идентифицировать что хорошо что плохо я уже сказала особенно маленькие дети они ищут именно ответную реакцию именно эмоциональную реакцию они понимают что при помощи ненормативной лексики у них это получается лучше всего и соответственно они этот прием используют важную роль играет когда уже сказала о подражании поведения значимых людей это обусловливает принятие их ценностей установок норм поведения если у ребенка или подростка неблагополучная среда он предоставлен самому себе то очень скоро он начинает впитывать все недостатки такой среды источник этих недостатков это дефицит настоящих человеческих ценностей а это можно называть по-разному аморальность цинизм социальная запущенность и так далее то есть здесь момент того что ребенок будет копировать свое окружение если мы с вами говорим о том чего же не нужно делать в первую очередь не нужно если это прям совсем маленький ребенок не нужно записывать это на видео и делать этот момент как моментом чего-то такого сверхъестественного достояния тогда ребенок понимает что таким образом не нормативной лексикой он начинает радовать родителей что даже они это записывают на видео и соответственно это может закрепиться это может остаться в его речи но касаемо той информации которую я хотела сегодня дать у меня все советы определенные я уже сегодня рассказала если есть какие то вопросы нас буквально осталось две минуточки я готова на них ответить но вопросов я не вижу будем потихонечку завершать спасибо большое за участие в вебинаре надеюсь информация была интересной и полезной на сегодня у меня все всего доброго до свидания